Дорогие друзья, на канале, ну, я тут анализировал, в общем, что происходит, очень мало печени. По сути, кроме бараньей печенки-то больше ничего и нет. Я подумал, а давайте из печени приготовим какую-нибудь вкусняху. Вкусняху, не вкусняху, тут, знаете, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Но на самом деле, начнем все с обжаривания лука. Лук, просто лук крепко, вот он. Луковица обычная, приобычная, самая. За исключением того, что я буду это делать на сливочном масле. Ну, как на сливочном. Немножко сливочного, немножко растительного, чтобы масло не горело. Лук. Лук будет произвольно нарезан, как получится. Главная цель, посернуть так его, чтобы он не вонял луком. Так, слегка обжарил, то есть не без всякого фанатизма. Ничего тут особенного не надо делать, что-то придумывать. Значит, печень у меня прям в пакетике. Вот так. Два куска. В магазине сегодня, вот, покупал печень, столкнулся с самой невероятной ситуацией за свою жизнь. В классном, современном, модном магазине. Мне тетенька говорит, я вам не отрежу, у нас нельзя отрезать печень. Покупайте килограмм. Я говорю, мне килограмм не надо. Мне надо, вот, полкило. Она говорит, у меня кто 500 граммов купит? Я говорю, ну, здрасте, я покупаю 500 граммов. Почему у вас кто-то другой не купит 500 граммов? В общем, столкнулся с напором, но в итоге я попросил от двух кусков там по 250 отрезать. Ну, смешная, то есть у нас бывает такое, да? Я думаю, что вы наверняка сталкиваетесь, ну, если не лень, напишите там, с какими смешными, курьезными ситуациями вы сталкиваетесь в магазине. Я закипятил воду для того, чтобы снять пленку. У печенки, да, вот смотрите, отчетливо видно. Вот это срез, а с этой стороны пленка внешняя. Видите? Вот ее надо снимать, потому что она стягивается, как шкура у рыбы. Для того, чтобы снять пленку, нужно опалить кипятком ее. Видите, она стягивается. Ничего страшного, что если у вас там чуть-чуть где-то края обожгутся кипяточком. Вообще не парьтесь по этому поводу ни капли. Кто-то прям обильно заливает кипятком печень. Видите, как стягивается красиво. Ну, шайтан-машина. Пленочку сняли, выбросили. То же самое со второй. Смотрите, чисто теоретически, гипотетически, нам нужно его порезать. Зачистить от пленок там внутренних раструбов. Я вообще так не делаю, я сразу в блендер складываю. Печень такая текстура, что так как она у нас все равно будет в блендере. Какая нафиг разница? Порезана она или ножом, чем она там? Взорвана гранатой. Печень разорванная руками. Смотрите, одну часть я кидаю печени. Да, я вам забыл сказать, что я оладьи делаю печеночные. Значит, помимо того, что у меня здесь небольшое количество печени, я лучок сюда отправляю пассерованный. Оп. Вместе с маслом, которым тут все жарилось. Лопатку специально взял. Смотрите, что написано. Starwing. Это наш спонсор. Вы уже знаете, прекрасно это и без меня. Вот такие маленькие блендеры я, кстати, вижу впервые. Если, например, у вас семья не очень большая, и вы мучаетесь вот с такой бандурой на кухне, то почему бы не приобрести вот такую маленькую вещицу? Взяли три чашки. Мне нравится всегда, когда... А, 800 миллилитров. Вот есть 800 миллилитров. Потому что когда пишут три чашки, три чашки чего? Большие, маленькие, кофейные, чайные, такие-сякие. У нас сейчас вообще авторство полнейшее. Ссылка в описании. Посмотрите, что есть на сайте. Там масса-масса всяких гаджетов, которые появляются периодически у меня на кухне. Смотрите, дальше. Печень, лук, 4 перца. Сюда отправляю маленькую щепотку зиры. Кто-то пришел в гости. Алиса, перестань ругаться. Гостей надо любить и уважать. Значит, щепотка мускатного ореха. Слабенький мускатный орех. Аромат не такой яркий. Нету кориандра у меня. Поэтому чуточку сушеного чеснока. Ну и можно каплю чабреца. Тимьян, чабрец. Да, супер. Чтобы, знаете, вот этот вот аромат печенки, немножко его нужно облагородить, сделать его более пряным. И взбиваем. Делаем основу. А потом будем добавлять все остальное. На низких оборотах все перемалываем. Лук с печенью. О! Теперь это стало пахнуть, как благородный паштет. Здесь только коньяка еще не хватает. Но это позже. Ну, в смысле, вы можете позже себе налить рюмочку коньяка, бахнуть и закусить прекрасными оладьями. Далее. Нам нужно добавить муку. Но, что вы знаете, печенка. Дело такое. Значит, муку добавляем небольшое количество. Вот три ложечки я добавил. Достаточно. Не забываем про соль. Каплю соевого соуса. Пару столовых ложек. Больше не надо. И оставшуюся печенку. Добавляем. Печенка рыхлая. Если вы сделаете ее крупной фактурой, не склеится она у вас. Даже с помощью муки. Яйцо я сюда добавлять не буду. Хотя, в принципе, многие добавляют. Знаете, для чего? Для того, чтобы снизить вкус печени. Ну, то есть, чем больше у вас инородных ингредиентов, тем меньше у вас вкус печени. Значит, если жилки явные попадаются, их надо убрать. Руками, видите, вы чувствуете сразу, где жилки. Которые потом намотаются на нож. Вот они. Видите, не бойтесь никогда руками лезть в самую жижу кровавую. Я надеюсь, что соли достаточно. Все остальное мы будем уже использовать после приготовления. Немножко сливочек не помешает. Почему? Да, чтобы сделать массу чуть более жидкой. В общем, как только вы перемешали всю вот эту массу и получили вот такую жижку. Можно пить. Вот такой жижу, да. Это у нас, правильно, печеночный смузи. Можно жарить, а можно пить сырым. Маслица сливочного сюда намазать. Так, капельку растительного. Вот, смотрите, превратить в однородное пюре можно, конечно, но, знаете, это нужно чуть больше времени взбивать, жидкость повышать, количество и так далее. У меня вот маленький-маленький кусочек там есть, но, в принципе, она выглядит как однородная жидкость. Берем половник для того, чтобы отмерять дозу, которая у нас должна быть на сковороде. Выливаем в центр. Немножко двигаем сковородкой, чтобы у нас оладий получился равномерного размера и формы. Жарим на слабом огне для того, чтобы он не горел, но в то же время должен поджариваться. С первой стороны жарим около минуты, а со второй можно там секунд 20-30. Посмотрите, какой румяный получился. Опа! Красивый румяный оладушек из печени. Так как на одной стороне он у нас довольно долго пролежал, ну, как довольно долго, не 20 секунд, почти минуту, то со второй стороны чуть-чуть мы его прихватываем и сразу же выкладываем на тарелку. В усмерть не ужаривайте, чтобы они, в смысле оладушки были внутри, знаете, не совсем сухие, а немножко влажные, тем более, что пока он горячий, он еще продолжает доготавливаться. Пока блинчики пекутся, ну, вернее, тот печется, значит, у меня здесь есть щавель, лук и укроп. В этой чашке у меня три столовые ложки майонеза и две столовые ложки сметаны. Нужно все перемешать. Зелень мелко-мелко нарубить. И как только у нас вся зелень будет нарублена, я щавель рублю прямо со стеблями. В стеблях, кстати, кислоты гораздо больше, чем в листьях. Если нарубить стакан листьев и стакан стеблей, вы поймете, что лимонад из стеблей получается вкуснее, чем из листьев. Но лук, укроп и щавель дают совершенно весенний, очень приятный вкус. Тем более, что у щавеля, у лука и у укропа сезон-то все лето. Все отправляем сюда. Я, честно признаться, да, люблю, когда намазка между оладьями. Она как, густая. Можно, конечно, ее разбавить и кефиром. Можно добавить масло, еще чего-нибудь. Ну, главное следить за оладьями, чтобы они у нас пеклись, прогревались, но не подгорали. Опа! Так, массу нужно перемешать. Добавить сюда чили перца. Ну, это те, кто любит поострее. Те, кто не любит поострее, те чили перец не добавляют. Мелко-мелко, быстро-быстро. Соль. Соль и совсем чуть-чуть майонез соленый. Нам нужно всего лишь баланс выровнять. Здесь это есть. Не хватает только чего? Чеснока, правильно. Именно чеснока. Свежего, молодого, вкусного чеснока. Редкий случай, когда я... Я вообще не люблю свежий чеснок добавлять вот в такие вещи. Но сюда нужно добавлять именно свежий чеснок. Натертый. На мелкой терочке он отправляется у нас в намазку. Ура! Последний, последний оладушек. И все вместе это превратилось, конечно же, в совершенно бомбический торт. Ну, оно еще не превратилось. Пару штрихов. Ну, вот этот оладушек был самый большой, поэтому сейчас прикину, наверное, его на самое дно отправим. И начинаем складывать. Намазка. Да, небольшое количество. Раз, 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 раз. Прямо небольшое количество. Иначе он просто растечется, потому что видите, сколько слоев? Все начнет выдавливать. Мозги белые потекут между блинчиками. Раз. Перец выкидывать нельзя. Он пойдет на украшение. Оп. Ну, чтобы башня не разваливалась. Ну, и получается зачет. Красиво, да? Пробовать буду. У меня даже нож специальный есть, который не жалко по тарелке пилить. Кабардино-балкарский настоящий. шеф Бессо мне подарил. О, красота. Так. Ну, в общем, так как у меня здесь все держится, я кусочек все равно себе вот откуда-то вырежу. Сейчас я вам покажу, что у меня получается в разрезе. Вот смотрите, в разрезе получается вот так. Ну, а что, неплохо, мне кажется. А я раньше все думал, почему люди любят оладьи печеночные. Оказывается, это вкусно. Сливок только не жалейте. Соли много не кладите. У меня рука автоматически выдает нужные пропорции. в общем, конечно, по времени надо потратить время, да, для того, чтобы это все пожарить. Не две минуты. И нужно стоять всегда у плиты. При всем этом результат получается классный. Приятного аппетита, я доедаю. следую. Пошло. Рало к слову. Работа . Работа.